Алло, продюсер. Ну и какие идеи? Ну это вата все. Ну как это вообще возможно выводить? Ну о чем ты думаешь? Алло. Ну что? Что? Нашел выход? Нет. А ради чего ты все это начинал? Ну как ради чего? Я участник рынка. Мне важно, чтобы мои клиенты, моя аудитория понимала, как надо, как не надо делать, где не совершать ошибки. Ни в то не вечно. И сегодня все нуждаются в коллаборации. Да какие коллаборации? Ну это вата какая-то. Люди и так есть. У коллабораций полная лава. У тебя есть только один выход. Ищи брата по духу. Идейного соратника. Но только если это будет человек, который схож со мной в ценностной базе, но занимается чем-то иным. А ты уверен, что такие люди есть? Точно. Убежден. Здравствуй, Миша Комаров. Целый год прошел. Не отпускает меня мысль в этой каворкинге, с которой я уже год живу. Хочу обсудить ее с тобой. Давай. Супер. Отлично. С удовольствием. Я вчера был в одном проекте на твоем рынке, скажем так, и понял, что визуальная составляющая настолько разная, несмотря на то, что вы в одном поле находитесь, в одной плоскости. Насколько это важно? У тебя здесь такая эстетика, так все красиво, сочно. Есть ли в этом смысл? Ну, смотри, как бы, сделаешь плохо, не купит. В любом случае, хороший продукт сам себя продает. То есть визуальная часть играет важную роль? Визуальная часть играет важную роль, но, конечно, все должно быть сделано так, чтобы это было удобно в дальнейшем использованию у клиента, чтобы он приходил сюда и закрывал свою потребность в первую очередь. И это его окружала еще красивая картинка. Он гордился тем, где он находится. Пойдем в переговорку, пообщаемся. Вы решили о потребностях. Год назад я проводил там исследования свои внутренние, очередные в компании и выяснил то, что у меня преобладает количество инвесторов. Их ожидания, их потребности достаточно искушенные, типа 4-5 лет окупаемости. Тут я вспомнил наши с тобой съемки. Тут мне пришла идея, что я буду делать свой коворкинг. Я понял, что я бы хотел построить. Даже начал смотреть помещение, придумывать концепции. Но столкнулся с тем, что у меня там возник внутренний кризис в компании. Понятно, что я это все поставил на паузу. Но эта история меня не отпускает. Причем я понимаю, насколько у рынка есть потребность. Вот я приехал подумать, как эти потребности, как эту систему ценностей, твою и мою, вот как-то можно совместить. Вот где ты сейчас, чем ты занимаешься и чем мы можем быть полезны и интересны друг другу. Слушай, ну с того момента, когда мы с тобой общались, мы успели подписать площадку. Специально по Вилецкой, там, 3,5 тысячи метров. И я начинаю сейчас строить. Сколько это ты будешь у вас строить? Годное? Да нет, там, 3 месяца. Ты шутишь? Нет, да, серьезно. Нужно построить за 3 месяца. Сколько метров еще раз? 3,5 тысячи метров. 3,5 тысячи метров за 3 месяца? А в какое состояние? Слушай, ну, там сейчас все пусто. Там сейчас бетон и надо собирать с нуля. Полностью все. Слушай, это прям такое, честно говоря... Амбициозный? Амбициозный, похоже на вызов. Я бы даже, честно говоря, с тобой тут поспорил, потому что мне с трудом верится про 3,5 месяца. Слушай, ну я обычно так строю, можем даже поспорить. У меня есть друзья, вон они тоже забиваются, ставят дедлайны, пытаются открыть офисы, либо построить дом. Но только стройка начинается, потому что очень много не учитывается. Понятно, что у тебя-то рукав все-таки набито. Все зависит от технологий, как ты строишь, от максимально амбициозных планов. Опять же, ты должен строить, ставить план не только себе, но и твоим партнерам. Ну и внутренним стимулом, что нужно, оплачивая аренду, у тебя нет возможности растягивать это, поэтому нужно строить быстро. Если по потребностям, поехали, посмотришь, глянешь на объект. Мне все равно хотелось тебе его показать, может быть у нас там что-то получится вместе с этим объектом поделать. То есть фактически я приближаюсь к тем амбициям, которые у меня были, пусть пока не строю свое, но может быть как-то там... Но на самом деле я и думаю, как бы заниматься тем, что не является твоим бизнесом и набивать шишки, в то время как кто-то, типа, тебя эти шишки уже набил, так же, как кто-то, типа, меня набил шишки вот в своей отрасли, наверное, не совсем целесообразно, правильнее вот эти вот пазлы совмещать, да? Где есть одна сила, вторая сила, как бы, оп, и химия какая-то происходит в виде результата, да? Я не знаю, получится у нас с тобой что-то или нет, ну, зная тебя и наблюдая за тобой, как бы, большая вероятность того, что что-то получится, есть, поэтому нужно смотреть. Твоя такая штука, такое творчество, ты из счастливых людей, тебя все знают, как-то такая домашняя история, хочешь ты здесь быть, понимаешь? Так, ну что, Михаил, поехали, дорогой мой? Да, давай, поехали. Ты скажи мне, с чего вообще твой путь-то начался в недвижимости? Про себя я могу сказать, что у меня, например, все стихийно, я однозначно понял в какой-то момент, поработав в финансовой структуре, что я хочу работать с дорогим клиентом, с большим чеком, и не просто потому, что там, типа, большие цифры, а потому что мне всегда интересны были люди, которые в чем-то преуспевают, да, для того, чтобы чему-то научиться. Мой путь начался там с визуализатора обычного, я делал 3D-картинки, я поработал очень много в бюро, в бюро как архитектор, дизайнер, я не работал вообще. Много лет к ряду мы там проектировали частные дома, квартиры, рестораны. Я за параллелью историю, мне очень там нравилась айтишка, я стал развиваться и в этом направлении, в разработке, в автоматизации бизнеса для кого-то, да, в айти части. В какой-то момент просто понял, что нужен офис. У нас были офисы себе, да? Да, да, себе, я почувствовал необходимость, потребность в своем собственном офисе, куда я мог приводить клиента, а не ездить к ним или там встречаться в кафешках. Я связан помимо айтишки был с архитектурой, мне хотелось построить свое, физически свое пространство. И я с супругой начал эту историю форсить, мы начали искать площадки. Интересно, сейчас супруга тоже принимает участие в твоих проекте? Уже ключевая часть компании, потому что без нее красоты, которые как бы выдаем клиентам, это все ее заслуга, она придумывает. И в какой-то момент я просто оказался в парке Горького. История с тем, чтобы туда построить что-то, она оказалась такой невероятной, нужна была идея, почему нас должны пустить в парк. И пришла идея в виде каворкинга. Ты был одним из первых, если я не ошибаюсь, кто в Москве начал развивать это направление? Слушай, да, ну это 12-й год, мы были, наверное, такими первыми, кто сделал это полноценно большим бизнесом. Ого! Вот это размах! А что было? То есть, что уже сделано? Слушай, здесь ничего не сделано, мы фактически разобрали офис компании, которая здесь до этого сидела, здесь сидел банк. Буквально это последние дни перед началом строительства. То есть, фактически есть 3 месяца, 9 декабря вы должны сдаться, прямо перед форумом? Да. Получается так. Хорошо. Было бы интересно наблюдать за всем этим происходящим, а вы как-то декларируете, что вы выполните это за 3 месяца? Ну, это расходы, которые мы нанесем, мы не можем каждый раз откладывать срок, удорожание проекта. Я знаю, что-то важно, если мы подпишемся с клиентом в стадии строительства, то у нас не будет шанса вообще не выполнить. Не выполнить, да. Ну и плюс, говорит, свои внутренние, свои внутренние задачи. 3 месяца – это плановый срок, задача построить быстрее. Ты можешь дать мне возможность загрузить его на этом этапе, но с какими-то дополнительными преференциями для первых арендаторов, кто сюда зайдет? То есть вот на этом этапе, например, люди придут подписываться, не знаю, этаж они заберут, все они заберут, либо они заберут какой-то конкретный кабинет. На стадии строительства даем возможность подписаться на достаточно таких интересных условиях. То есть, условно, там на первый год какая-то идет… Да, 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 да. Она явно будет дешевле, чем после того, как мы откроем все стоимости. Ну, плюс ко всему это знакомство наше с тобой, вот это вот все. Да, это правда. Да, не, можем сделать для клиентов, которые ты попробуешь посадить, можно сделать там спецусловие. Как это происходит? Вы выбираете помещение сначала? Смотри, мы нашли место, мы сделали планировки, мы посчитали модели, мы поняли, что как бы у нас там все работает по моделям, соответственно, в данном проекте я позвал партнера. А как быстро? Это же нужно быстро принять решение, партнер, не партнер? Ну, вообще быстро, супер быстро, неделя. А если партнер нет, говорит, есть другие партнеры, да, какие-то? Нет, ну, знаешь, я на стадии вот этого обсуждения. Как ты смотришь на то, чтобы нам совместно, вот то, что мы начинали попробовать, как это сделать, например, у меня есть большое количество клиентов с чеками там типа 5, 10, 15 миллионов, которые приходят инвестировать, а рынок, к сожалению, не дает больших возможностей с таким чеком, да? Что, например, если объединить таких там 10 человек и... Нормальная история абсолютно, там, причем окупаемость в этих проектов очень такая приятная. Которой нет на рынке, собственно говоря, то есть на недвижке точно нет? Да можно их объединять в такие синдикаты, как угодно ты называй, финансировать. И больших ребят, и маленьких. Мы даже пробовали такую историю, там, пару лет назад, когда там объединяли ребят под проект. Вот это единственный минус, срок очень маленький, принятие решения. Объекты хорошие не стоят. Их рынок постоянно смотрит. Если ты его нашел, у нас неделя на посчитать, неделя на принятие решения, и дальше мы поедем. Ты принимаешь решение, на самом деле рискуя, возможно, еще в данный момент не имея решения. Я скажу, у меня были проекты, которые я подписывал, не имея партнера. Вот, и мы дальше все это строим, продаем, управляем. А если партнер решил выйти? То есть строите вы быстро, мы сейчас поймем, да, насколько там, как это можно за три месяца причесать. Пока вы строите, уже идет, скорее всего, маркетинг, уже идут преддоговора. Вот обычно на этапе стройки какой процент? До 30% можно продать. Но это мы сейчас говорим про розницу, корпораты можно вообще все продать сразу. Ну, то есть приходите к большей компании, и на сайте строительства все подписано. Окей, а инвестор как быстро может выйти, и на каких условиях вообще, насколько это просто? Смотри, ну вот то, что у нас были кейсы, люди не хотят выходить, потому что, ну, пассивный доход, достаточно там неплохой получается. Мы всегда прописываем нашу возможность выкупом инвестора с доходностью. Блин, у меня есть идея к тебе, Миша, она экспромтная. Короче, я 11 декабря делаю секцию недвижимости на инвестиционном форуме. То есть это большой инвестиционный форум, где я являюсь соорганизатором, и я делаю модуль недвижимости. Я вижу там три темы основных, девелопмент, редевелопмент и доходная недвижимость. По сути это доходная недвижимость. Да, просто вопрос в том, что у меня есть сейчас там согласованы нескольких участников, и вот ты сейчас это все говоришь, и мы это все с тобой уже там, какую-то форму сейчас пытаемся приобрести. Давай рассмотрим твое участие в нем, как спикинг, вообще без проблем. Как, например, с акцентом на доходную недвижимость, а инвестору на привлечение. Да, вообще без проблем. Мы можем продумать и, может быть, вот с этого как раз-таки, в частности, с этого начать наш совместный путь. Я до декабря еще один век построю. Надо быстрее. Нет, нет, я с удовольствием поделюсь этим, расскажу. Окей, погнали, посмотрим, что у нас на Побелец. Давай посмотрим, да. Вот это вот место, как я понимаю, где люди в целом будут попадать в пространство. Да, входная группа, большая зона, мягкие кресла, дальше начинаются рабочие места. Все четыре этажа типовые или ты как-то продумал так, что они будут кардинально отличаться? Они кардинально не отличаются, просто если здесь мы больше под родницу делаем пространство. То есть рабочее место человек покупает, да? Да, 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 да. То, как бы, этажи наверх, второй, третий, четвертый, они сделаны таким образом, чтобы можно было, как и небольшая команда снять, там, какой-то блок, так и целиком весь этаж можно было отдать одной компании. То есть, условно, если компания сейчас заходит, какая-то крупная, вы под них формируете целую, типа, зону, да, перегородки? Можно вообще целиком, говорю, этаж отдать, как бы, у тебя там будет все, все, что тебе нужно. Либо в отдельный блок. А в соотношении с Балчугом по Велецкой, насколько дороже или дешевле? Объект будет дороже этот. Казалось бы, да? Прилично, да. Мы, знаешь, мы решили этот объект сделать, вложиться в него, опять же, там, на порядок больше денег, на квадрат тратим. Мы работаем здесь, наверное, с топовыми поставщиками. А чем ты движешься здесь? Слушай, мне хочется сделать более качественный проект, чтобы работать, знаешь, с крупнейшими корпоративными клиентами. То есть, не просто клонировать то, что есть, а вот с каждой итерацией делать лучше, дороже, возможно? У нас всегда так было. Каждый объект следующий был лучше предыдущего. Мы здесь даже по-другому строим. Если раньше мы просто врывались в объект и начинали его, там, ломать и строить, то здесь мы, там, проектируем, очень много сил кладем на проектирование. И, знаешь, так очень, так, степенно. Могли бы начать строить еще месяц назад. Но вот эта подтверждительная часть, а не потому, что нам что-то сложно, мы хотим сделать правильно с первого, там, с самого начала. А в целом объем инвестиций, если не секрет, какой ты сюда закладываешь? Сколько это все стоит, удовольствие? Ну, порядка 150 миллионов. С точки зрения аренды, какой квадратный метр здесь будет? Или как ты продаешь здесь? Мы продаем всегда местами, соответственно, здесь цена сейчас колеблется в районе 30 тысяч за место. На стадии строительства она будет чуть поменьше, после стройки она будет повыше. А вот в соседних бизнес-центрах сколько стоит метр? Они подороже, чем здесь. Это вообще хорошая, хорошая локация. То есть с точки зрения цены вы достаточно конкурентны? То есть потому, что вы дорого делаете, вы достаточно конкурентны? Да, да, да. То есть фактически посадить 10 человек будет стоить там 300 тысяч рублей? Да, все так. Ну, площади там может быть, сколько там примерно площади будет? Ну, они разные, ну, там, может быть, 30-40 квадратных метров. Ну, это метры, где ты сам сидишь, у тебя куча инфраструктуры. У тебя 3,5 тысячи метров, да, твоя инфраструктура и большие переговорки, зоны отдыха, там, не знаю, мягкие зоны, там, кухни. Это все туда же. Тот проект, который там поближе ко мне, к западу, я рассмотрю себе, чтобы в центр не ездить. Ну, да, окей. Итого, у нас есть 3,5 тысячи метров, у нас есть 3 месяца, общий объем инвестиций 150 миллионов рублей. Я надеюсь, что ты справишься, я с радостью за этим буду наблюдать. И в добрый путь, как говорится. Давай. Посмотрим. Спасибо, да. Посмотрим.